Разделенное Толмачевское городское поселение на веслах и на пароме, через лугу, на внедорожниках, по лесным тропам, экстрим голосования в Ленинградской области. Для того, чтобы добраться до каждого жителя поселения избирательным комиссиям, приходится преодолевать путь в сотни километров. 10 километров по проселочным дорогам до деревни Вичины члены избирательной комиссии спешат к шестерым местным жителям, заезжая в деревню, ходят по домам. Кого застанут, а кого пойдут искать дальше. Здесь нет привычных избирательных участков, нет кабинок для голосования, так что тайна выборов приходится сохранять под честное слово. Порой бюллетени раскладывают на капоте автомобиля. Здесь регистрируют, здесь же и голосуют. Все, теперь отпустите и ящик. Ворачивайте напополам, опустайте. Со стороны кажется, что у членов избиркома сезифов труд. Ну вот зачем было 40 километров добираться до полей? Тут всего-то три человека прописано. Но местный староста еще накануне отправил в Толмачево уведомление. Старожилы хотят проголосовать. Господи, да ничего мне не хочется. Жить спокойно хочется и все. Когда-то Людмила Петровна ходила на голосование пешком за 10 километров в Красные горы. Вспоминая выбор советского периода, укоризненно спрашивает, и где праздник. В ее молодости голосование это ярмарка и выступление артистов. А теперь все как-то в попыхах. Поставили галочку и внедорожник спешит в следующий поселок. Ходили в Суменицы, в Красные горы. Там голосовали в клубе. И танцы были, и кино было там. Весело было, хорошо. Ой, а теперь что? Впрочем, не только по пыльным дорогам. Урдом для голосования доставлять порой приходилось и по воде. Луга отрезает от цивилизации сразу несколько деревень. Муравейно можно попасть только на пароме, его построили местные жители. На прошлых выборах пришлось в деревню добираться в клавь. Вы едете с нами, не? Да. Сейчас, стой. Тогда садитесь. Поехать надо. В этом году две семьи пенсионеров голосовать отказались. Да и в Наталье найти на лодке не пришлось. Староста деревни единственный из прописанных там сам приплыл на участок. А ведь члены комиссии готовились к форсированию луги. Были выборы тому. Мы тогда вообще порой не работали, мы на лодке переплывали. Нас перевозили. Тогда было побольше людей, нас перевозили на лодке. Конечно, все равно страшновато. Пока залезаешь, пока это все нормально. Итак, весь день по территории Толмачевского городского поселения разъезжали четыре бригады. Казалось, успели посетить всех, но за час до закрытия участков позвонили из Красных гор. Один из избирателей только вернулся из леса, ходил за клюквой. Проголосовать хочет. Валерий Фенев, Алексей Хюркис, Вадим Корниенков. Последнее известие. Лужский район.